Творческие мастер-классы, тематические игры, конкурсы и экскурсии. В рамках проекта «Культ каникулы» для школьников в Одинцовском историко-краеведческом музее приготовили интересные интерактивные программы. На квесте «Загадки народных промыслов» юные посетители узнали об устройстве древнерусского быта. В рамках «Культ каникул» такая программа музейная у нас, наверное, в первый раз. Затевается она на самом деле. Школьные каникулы, как правило, у нас посещаются достаточно активно. И мы на каждой каникулы стараемся придумать какую-то новую увлекательную программу. Стараемся, конечно, добавить интерактивы, потому что детям так интереснее. И что самое интересное, легче усваивают знания. В музейном зале «Русская изба» ребят познакомили с устройством древнего дома 19-го – начала 20-го веков и предметами крестьянского быта. А также рассказали интересные факты из жизни наших предков. Потом каждый участник смог применить полученные знания на практике. У нас есть несколько версий этого квеста. Это версия для детей помладше и версия для детей постарше. Мы стараемся для каждого возраста адаптировать. Сначала идет небольшой рассказ об крестьянской избе и предметах крестьянского быта. А потом дети в интерактивной форме используют эти знания для разгадывания разных загадок и других заданий. Маша Макарова учится в шестом классе и больше остальных предметов любит историю. Но из-за плотного школьного графика, дополнительных кружков и секций, ей не всегда хватает времени на познавательный досуг. На каникулах девочка решила не упускать возможности посетить историко-краевический музей, в котором давно хотела побывать. Мне всегда было интересно, как люди жили в древнем мире. У них не было столько удобств, как сейчас, техники новые. Они шили себе одежду, обувь и делали все сами. После рассказа о крестьянской избе ребята разделились на две команды и даже придумали себе название «Село Одинцово» и «Русское народное». Первое задание – кто быстрее разгадает кроссворд с названиями предметов крестьянского быта. У нас такая команда расправилась быстрее, получая такую звездочку. Давай вот тебе решили охранить такие звездочки. И каждой команде я еще даю по такому вот конвертику. Затем школьники по карточкам искали домашнюю утварь в зале и отгадывали сказки по цитатам. В заключительном задании каждый из участников объяснял по одному предмету обихода, не называя его названия, а остальные дружно угадывали. Это всегда более интересно, чем просто поиск предметов, потому что нужно включить фантазию, нужно немножко подумать, нужно немножко включить актерское мастерство, задействовать в процессе этой игры. В соревновании между двух команд победила дружба, и каждый участник получил памятный сувенир. Полина Толмачевов, Эрит Харединов, телекомпания «Одинцова». Спасибо.